Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембитов. Если собираетесь открыть сделку используя Price Action, то у вас есть только два базовых способа входа. Эти методы предполагают использование уровней. Первый вариант входа – тест уровня. При использовании этого метода мы предполагаем, что цена, достигнув уровня, отскочит от него, как от стенки, и пойдет дальше. Второй вариант входа – пробой. В этом случае предполагаем, что пробив уровень, цена пойдет дальше, не возвращаясь к месту пробоя. В частный случай пробоя – пробой с откатом цены к пробитому уровню. Прежде чем двинемся дальше, небольшая загадка. Ответ на нее важен для лучшего понимания работы уровней. Посмотрите на выделенный участок графика. Даже если вы недавно в трейдинге, то знаете, что зеленый уровень поддержки – зона наиболее активных покупателей. Если по-простому, там много лимитных заявок на покупку, которые не пускают цену ниже. Но вот цена пробивает уровень, и мы видим, что там, где была плотность заявок на покупку, появилась плотность лимитов на продажу. Вопрос в том, почему после пробоя в зоне уровня трейдеры выставили большое количество заявок на продажу. А то, что они там есть, мы видим из реакции цены на уровень. Если вы скажете, что уровень поддержки после пробоя стал сопротивлением – это скорее постулат веры, а не рациональное объяснение. А трейдеру лучше понимать механику процесса. Поэтому, если знаете, почему так происходит – напишите в комментариях. Если не знаете – пишите на почту, и я объясню на бесплатном индивидуальном занятии, как все работает. Вы уже, наверное, догадались – первый паттерн – вход на откате к уровню. Сейчас разберемся, как определить заранее место для входа. Тренд нисходящий. Отмечаем уровень, после пробоя к которому ждем откат. При этом, нас не интересуют разные варианты восходящего движения, потому что это против тренда. Создаем план сделки. Он не должен быть слишком сложным. Чем сложнее план, тем менее вероятно его исполнение. Тренд нисходящий – значит работаем в короткую. Понимание схемы движения цены позволяет рассчитать сделку в конкретных цифрах. Так как входить будем на откате, значит лимитная заявка «Sell Limit» будет стоять чуть ниже уровня, а стоп-лосс немного выше уровня. Первая цель должна давать прибыль минимум в два раза больше, чем риск, иначе торговля будет пустой тратой времени, приносящей убытки. То, что сделаем, будет предварительным планом, который, если необходимо, пересчитаем. Главное, чтобы к этому моменту у нас была точная цифра цены, лимитные заявки, стоп-лосса, риска и цели, плюс соотношение прибыли к риску допустимо не менее двух к одному. Только имея эти цифры на руках, будем готовы к сделке. Как только цена подтверждает план, пробивая уровень красной свечой, мы практически в шаге от сделки. Осталось дождаться подтверждения. Как только формируется подтверждение в виде нескольких небольших свечек под уровнем, выставляем лимитную заявку на продажу. Помните, у нас до этого все параметры сделки были уже рассчитаны. Поэтому так важно заранее оценивать место для входа и рассчитывать сделку. После входа выставляем заявку стоп-лосс для ограничения убытка и определяем первую цель. Сделкой необходимо управлять активно, то есть ставить цели на уровнях, переносить стоп и добавлять к прибыльной позиции. Я это объяснил для того, чтобы было понятно, как рассчитывать сделку. Но вы спросите, а как понять, как к этому решению прийти, оценивая поведение цены в текущий момент? Сейчас покажу, но сначала небольшое предупреждение о риске. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Восходящая тенденция показала слабость, не обновив максимумы и пробив линию тренда. Причем пробита как зеленая, так и синяя линия тренда, построенная на старшем таймфрейме. Есть серьезная предпосылка к смене тенденции. Помните, пробой линии тренда не говорит о развороте, а развороте говорит только совокупность фактов. Итак, у нас есть предпосылка к смене тенденции, но на пути стоит уровень поддержки. Цена реагирует на уровень, но говорит ли это нам о возобновлении восходящего движения? Пока нет. Пока видим только остановку на уровне и откат равный 100% от движения. Причем сложно сказать это откат или начавшееся новое движение. Подсказка будет в реакции на уровень поддержки. Пойдем выше, вероятность восходящего движения сохранится, хотя и слабая. Пойдем ниже, тенденция поменялась. Спросите, можно ли здесь покупать? Думаю, не стоит. Лучше дождаться либо реакции на уровень поддержки, либо увидеть реакцию на уровень сопротивления и уход выше. Тенденция вниз подтвердилась. Цена ушла ниже уровня поддержки и тестирует новый уровень. Можно ли от него искать вход в лонг? Нет, нельзя. Потому что, во-первых, тренд вниз, а во-вторых, около уровня цена формирует треугольник. Поэтому входить здесь правильно на пробой уровня в шорт. У нас есть общий план сделки. Обсчитаем числовые параметры. Начнем с цели. Оценим диапазон треугольника, отложив его вниз. Получим первую цель. Следующий шаг. Рассчитаем заявку sell stop для входа на пробой. Она должна стоять чуть ниже уровня. Обязательный шаг. Выставить стоп. Стоп за уровень. Оценим потенциал прибыли к риску. В нашем случае получилось почти 3 к 1. Это отличное соотношение, дающее разрешение на вход. Мы полностью готовы к сделке. Наша задача только дождаться, когда сработает заявка. Спросьте, а что делать, если цена пойдет не по схеме? Здесь все просто. Если прогноз не подтвердился, не работайте, а создаете новый план, учитывая уже текущую ситуацию. Посмотрим, как пошла цена. Мы не предполагали, что после пробоя будет откат к уровню, но это нормально, так как план это не ломает, хотя после формирования треугольника лучше, если движение пойдет импульсно. Получилось ли достигнуть первой цели? Да, получилось. И как видите, цена в зоне цели пыталась отскочить. Значит, мы все рассчитали верно. Как видите, здесь все достаточно просто. Мы уложились в 7 шагов, теперь у вас есть схема и если будете регулярно практиковаться, все получится. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, какой способ входа предпочитаете, пробой или откат. Подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!